Итак, я рада приветствовать вас и очно, и по вебинару. Те, кто в записи, потом будут смотреть на нашем канале YouTube. И у нас сегодня провокационная несколько тема. Я надеюсь, что мы справимся за эти 45 минут, которые у нас есть, с этой провокацией. И законными способами я попробую все-таки как-то помочь вам с тем запросом. У нас вопрос, как создать сильную позицию в жестких переговорах. И, наверное, не все меня знают. Вчасти я вижу, кто меня знает. Спасибо большое за приверженность. Меня зовут Шульга Елена Александровна, ведущая преподаватель в Центр Специалист. Я пыталась посчитать что-то после 30 курсов. Я забыла, сколько я веду курсов, поэтому много. В основном это бьется на три больших категории. Первая категория – это курсы по менеджменту. Начиная от руководителя структурного подразделения и до генерального директора. Поэтому, кто у меня не был, сейчас смотрю на новые лица. Welcome, жду. Там очень хорошая статистика. Мы дружим потом со своими слушателями. Вот сегодня только выпустила руководитель среднего и высшего звена. За четыре недели, которые они не были, из шести человек один стал теперь генеральным директором. А до этого он не был. Поэтому повысили. Это не означает, что корочка какая-то волшебная. Это означает, что мы даем те знания, а ваши задачи потом это все в навыки перевести, которые позволяют несколько выделиться перед всеми остальными конкурентами. На работе же есть конкуренты, такие же, которые тоже хотят какие-то посты занимать. Так вот, чем я могу быть вам полезна и интересна? Ну, в бизнесе я с 18 лет, поэтому жесткие переговоры в 90-х я не буду рассказывать. Сейчас, слава богу, они не такие. Вот. Что еще могу? Ну, второе направление – это soft skills. То есть все коммуникационные навыки. Ораторское искусство, жесткие переговоры, эффективные переговоры, противодействие манипуляциям, управление конфликтами, коучинговый подход в коммуникациях. Но я сейчас буду долго их перечислять, их много, поэтому если кому-то захочется, всегда есть сайт, менеджеры, да, можете все это дело спросить. У меня на самом деле задача вообще не рекламировать. У первого вебинара, когда я не буду рекламировать. Хорошо? Можно? То, что до этого говорилось, не считается. Итак, ну, наверное, я вам могу быть интересна не только тем, что я преподаватель, а тем, что я практикующий руководитель, и переговоров разного толка, и жестких, и мягких, и полужестких. Они у меня каждый день есть, и я в курсе, что там происходит на улице, то есть я не книжный червь, который прочитал книжку какую-то и по книжке, вам говорит, а это должно быть вот так. Поэтому мы с вами семинар, поскольку у нас он короткий, выстроим таким образом. Я дам сначала контент, тот, который я хотела, да, чтобы все-таки уместиться в это время, а потом у нас будет небольшое время на серию вопросов-ответов. Хорошо? Договорились? Итак, что у нас, что у нас, конкурентов надо порвать. Он нам уже пишет. Итак, основные вопросы этого семинара. Как готовиться к переговорам? Как реагировать на неожиданные выпады собеседника? Что делать, чтобы на тебя не давили? Ну, и от каких приемов поведения нужно однозначно отказаться? Потому что есть лакмусовые бумажки, вот лучше туда не ходить. Потому что, как в том фильме знаменитом, там снег упадет, башка, да, и больно будет. С чего хочу начать? В первую очередь, любые переговоры – это коммуникация. Этот слайд у меня обожают айтишники, которые говорят, ну, наконец-то хоть понятно, что такое коммуникация. Смотрите, прежде чем что-либо говорить любому человеку, у нас идет первый канал коммуникации. Знаете, какой? Кого с кем? Я это называю тихо сам с собой. Мы прежде чем, в общем-то, открываем рот, прежде чем что-то говорить, мы сначала обдумываем. То есть мы обдумали. Причем это, безусловно, это идет у профессионалов за доли секунд. То есть это происходит на бессознательном уровне. Мы обдумываем, а потом только говорим. А вот когда мы впервые что-то делаем, у нас этот канал несколько удлиняется. То есть сначала долго нам нужно продумать. И вот зачастую в жестких переговорах, если вы не готовы к ним, то есть никогда не попадали в такую ситуацию, любая агрессия, даже чуть, например, голос приподняли. Или как-то вам указали с какой-то такой критикой, которую вы не ожидали. И поскольку вы не ожидали, вот этот вот первый канал коммуникации будет какой? Длительное молчание. Как это будет использовать ваш оппонент, мы не знаем. Потому что, опять же, какая у него стереотипная реакция. Если там молчат, то А, он может продолжать давить. Первый вариант. Б, тоже замолчать. Но чаще всего первый. Потому что у нас лучшая защита – это нападение. Пока кто-то молчит, лучше я еще и додавлю. И мы получаем эффект такой жестких переговоров, потому что просто молчим. Это вот один из моментов. Все-таки, если мы не молчим, мы здесь на этом рисуночке, графике в неком квадратике, прямоугольничке, вероятно, и у нас в голове есть такой кодировщик. Он же Д-кодировщик. Мы кодируем информацию посредством нашего словарного запаса, наших экспертных каких-то знаний и передаем. Дальше у нас будут некие помехи. Ну, например, помехи. В коридоре сейчас кто-то идет на каблуках. И все туда сразу посмотрели. Отвлеклись уже от меня. Или, например, это просто может быть шум. Или, например, вам холодно. Или жарко. Или, например, вы поставили сейчас машину и не заплатили за парковку. И это тоже шум в канале. Сразу же не помнишь вообще, кто что там говорит, сидишь и вспоминаешь, а я заплатил или нет. А я под тем знаком стал или нет. И вот эти вот помехи, они опять дают нам что? Некое молчание. Потому что у вас опять в голове есть модель коммуникации, которая идет. Вы там вспоминаете про машину. И в этот момент вы со мной не коммуницируете. Если у меня стереотипная реакция, если молчат, дави, что у вас опять негатив. Сейчас немножко понятно, да, это плавный вход, что на самом деле мы иногда сами получаем жесткие переговоры там, где изначально их и не планировали. Просто из-за того, что молчим. Когда человек получает информацию, у него тоже в голове есть такой же шифровальщик и дешифровальщик. Еще одна серьезная помеха, это когда мы шифруем информацию непонятным языком для всех остальных. Типичная проблема, вы все работающие люди? Ну или даже сейчас не работающие, когда-то работали. Типичная проблема, например, между отделами. Возьмем бухгалтерию. Это же самый здоровский отдел. Они деньги считают, они зарплату считают. Их должны все любить. Программисты, это же красавчики, которые делают нашу жизнь прелестной. У нас есть автоматизация, у нас работают принтеры, компьютеры и так далее. У нас есть продажники, вообще чудесные люди. Это те люди, которые приносят деньги в компанию. Почему они друг друга так не любят? Там очень часто жесткие переговоры. Очень часто. Это типичные три отдела, у которых постоянно жесткие переговоры. Это с угрозами, с какими-то логотипами, такими некрасивыми, навешивание ярлыков. Потому что каждый из них разговаривает на своем языке. И получается, что человек, который разговаривает на своем языке, он дает понять другому оппоненту, что ты не эксперт. И занижает самооценку. То есть повышая свою самооценку, они вот этими словами занижают другому. А кому из нас нравится, когда нам занижают самооценку? Ну, вряд ли кому-то нравится. И мы опять получаем некую борьбу. А борьба может быть разная. Ну, словесно это тоже может быть достаточно жестко. Ты сам такой, нет, ты сам такой. В курс входим? Похоже на вашу жизнь? Или это у меня только? Так вот, мы получаем порой ответную реакцию, совсем не ту, которую хотели. Потому что мы в первую очередь, коллеги, должны понимать, с кем мы разговариваем. Какой там, возможно, словарный запас, насколько это эксперт, не эксперт. То есть если мы разговариваем с бухгалтером, а ты в этот момент сам программист, наверное, не нужно говорить на языке C. Или еще на каком-то языке программистов. Вряд ли бухгалтер это знает. А они же друг с другом постоянно коммуницируют. Вот 1С, например, программисты, те, кто постоянно помогает бухгалтерии. Это же сладкая парочка. У меня их на работе называют Twix. Это, говорю, постоянно программист, который сидит практически на коленке у главного бухгалтера. Потому что постоянно в 1С что-то нужно подстраивать. То есть, ну, они так уже называют это. И они должны разговаривать на одном языке. И хорошо, когда действительно пришли общий язык. И это будет хороший такой тандем. Он качественный, эффективный будет. Но так не бывает не всегда. Далеко не всегда. Давайте тогда от этой теории перейдем еще к одной теории, чтобы вы понимали, на чем это все складывается. Какой интерес. И я вам хочу показать этапы переговоров, которые на самом деле... Я думала, что все знают, честное слово. Каждый раз, когда я ее показываю, мне говорят, не, мы не знали. К сожалению, у нас в школе не учат коммуникациям, не учат переговорам. Вот смотрите, мы устраиваемся на работу. Пришли после школы, после института. Нас спрашивают, на какой балл у нас физика была. Ну, если мы не в НИИ, конечно, физических каких-нибудь. Ну, просто пришли работать бухгалтером, к примеру. Вас спрашивают по физике, по химии, какая у вас оценка была. Еще что-то. Очень важно, чтобы тот же главный бухгалтер и просто рядовой бухгалтер умел коммуницировать со всеми остальными. В проектном менеджменте первый блок – это коммуникации. Поэтому это для всех, для любой жизни, где бы вы ни работали, нужно знать базис какой-то. Итак, что у нас входит в стрелу? В первую очередь, это подготовка к любой коммуникации. Вот это подготовка, мыслительный процесс, чтобы потом не зависнуть, когда уже с тобой разговаривают, а ты завис и сидишь, обдумываешь, а что же дальше, и долго завис, там, где не должен. Второе – это рапорт. Слово рапорт кто-нибудь знает? Машу головой, знают. Рапорт – это не апорт и не рапорт. Рапорт с двумя П – это установка контакта. То есть подготовка у нас до переговорного процесса идет, а рапорт – это первый этап уже в переговорном процессе. Дальше у нас идет обмен информацией. То есть вообще мы пришли поговорить о том-то, с той стороны, а мы тут вот о том-то, о том-то. Обмен какой-то информацией зачастую мы здесь обозначаем, а я хочу вот это. А другие говорят, а я хочу вот это. Да, пришли на собеседование, я хочу работу, стоит моя работа столько-то услуги. А теперь работодатель говорит, видишь ты какой, а мы можем тебе только вот столько. Ну, вряд ли прямо вот жесткий переговор будет на собеседовании, хотя мне рассказывать, что сейчас уже тоже есть такое. Я не встречалась, слава богу. Надеюсь, что не будет массово. Следующий этап – начинается работа с сопротивлениями. То есть когда ты говоришь, а тебе не подходит, что мы начинаем? Мы говорим, не, нам так не подходит, нам нужно вот столько. Мы начинаем, либо мы сопротивляемся той идее, которую есть у оппонента, либо сопротивление идет с обратной стороны. И только когда мы с ними справимся, при условиях, что мы договорились, и есть тоже огромное количество методик, то не буду говорить идеи, я сказала, не буду рекламировать. Итак, завершение. Этап завершения. Кстати, у нас, у русских, у россиян есть свой менталитет, так же, как у любой другой страны, скажем. Восточный менталитет, есть западный менталитет. Мы грешим, россияне, тем, что мы плохо умеем завершать. Мы знаете, как завершаем переговоры? По рукам пожали, все, переговоры закончились. А зачастую после переговоров же идет что? Составление договора, да, то есть мы же устно договорились. И вот мы не ждем вот этой бумаги. Мы уже мысленно посчитали все деньги. Ну, так или иначе, это все равно около финансов будет, да. Посчитали все деньги и потратили их уже в голове на что-то. А потом начинается то, что протокол разногласий и так далее. Мы очень сильно нервничать начинаем. То есть мы не готовы к тому, что вдруг начнут кто-то что-то менять. У нас, если мы пожали руки, значит уже все без изменений. А тут выступает какие-то второй, третий, четвертый раунд переговоров. Очень часто здесь выходят жесткие переговоры. Именно с нашей стороны. Мы считаем, что если мы пожали руки, то это теперь без изменений. А, например, если взять китайцев, вот они ведут переговоры именно здесь, на завершении. Очень часто они делают такой шаг, он называется салями. Салями колбаса. Вы знаете, что она жесткая. И батон вот так от салями не откусишь. Пробовали кто-нибудь откусить прям от салями? Она жесткая, но зубы можно оставить в колбасе в этой. Поэтому салями режут по чуть-чуть. И вот эта методика в переговорном процессе назвали ее салями, потому что по чуть-чуть. Они делают так. Они уже подготовятся, они уже молодцы, они уже зайки. Они заранее несут несколько договоров уже с изменениями, которые они сами придумали. То есть этого в переговорном процессе не было. И по чуть-чуть. Знаете, договорились, например, о поставке на 14 дней. Они такие заносят ручку, говорят, ну вот если на 15, ну то есть увеличивают себя на один день, на 15, то по рукам. Мы не готовы. Такие думаешь, да ладно, уже вот ну все тут. Бог с ним, с этим днем. И подписываем. И так они потихонечку отжимают. Они могут, причем у них заготовлено уже. У них уже есть договор, где будет 15 дней. Где будет, например, там им, если что, кредитуем там, допустим, под 1%. Они чуть-чуть, чуть-чуть. То есть не критично. И каждый раз вот так. То есть я там последние 5 лет неоднократно присутствовала на переговорах с китайцами. И вот это тоже жесткие переговоры. Хотя там крика никакого нет. Просто так вот подкладывают тебе листочек. И говорят, ну вот, и ты стоишь, думаешь, вот она уже ручка волшебная. Сейчас вот он ее подпишет. А он там то процентик, то то, 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 то. Или хочется либо его куснуть уже, сильно куснуть. Да, и сказать, все, мы не ведем больше никакие переговоры. Либо сдаться. А на самом деле это просто еще один этап переговоров. На самом деле там волшебную фразу нужно сказать. Правильно ли я понимаю? То, о чем мы договорились вчера или там позавчера или на прошлой неделе, уже не имеет актуальности. И мы начинаем следующий этап переговоров. Каждый раз, когда я говорю эту фразу, они говорят, не, 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 все нормально. И подписываю те, которые... То есть у них есть просто несколько вариантов договоров. Знаете, за спрос же денег не берут? Ну, они спрашивают. А мы не готовы. Я столько раз видела, как наши россияне именно топчутся на завершении. То есть забывают, о чем договорились, начинают нервничать. Ну, типа, ты как? Ну, она тебя возбуждается такой. Как так-то? Мы же договорились об этом. И начинается крик и гам. Хотя совершенно спокойно можно просто спросить людей. То есть вы хотите провести еще один раунд переговоров. То есть там что-то изменилось. Спокойно не можем. То есть либо молча подписываем и потом ненавидим их все время контракта. Либо начинаем агрессировать и получаем жесткие переговоры сами. Да. Итак, если некую грань, мы сегодня только поговорим про то, на что нужно в первую очередь внимание. Потому что я искренне каждому желаю, чтобы у вас не было жестких переговоров. Ничего приятного нет. Это очень нересурсное время. Поэтому 40% успеха – это знаете что? Это подготовка. Все просто. В подготовку входит что? Все, что вы можете знать о партнере. Не имеет значения, кстати, с кем вы будете вести переговоры. Вам нужно узнать человека или людей, с кем вы будете вести. Потому что у нас так устроен мозг. У нас есть такой участок мозга, его рептильным называют, который отвечает за стинг самосохранения. Вот когда мы не знаем человека, то мы к нему опасаемся, да, как-то с опаской относимся. Естественно, мы ему не доверяем. И всегда есть риск. Есть у кого-нибудь среди вас собаки? Ну, дома вот водите собак. Ну, видели, когда собаки друг с другом встречаются, как они себя ведут? Обнюхивают, да? И там всегда есть риск, что они начнут грызться, да? То есть они иногда подойдут, обнюхивают и играться потом начинают. А иногда начинают именно вот прям все, жесткие переговоры пошли. Почему? Кто-то не дает себя понюхать. То есть я это просто неоднократно видела, когда один дался понюхать, а второй нет. Не подготовился. У них там не было вопроса подготовки, да? А в нашей обычной жизни мы должны знать о партнере, какой он, насколько он сильный, какое у него есть хобби, какие есть интересы. Сейчас, слава богу, есть интернет. Заведите в Google, там, в Яндексе фамилии, имя, отчество человека, с которым вы будете вести переговоры. И очень много чего можно узнать. Может быть, он статьи какие-то писал. А это очень хороший момент потом для рапорта. Потому что вот я встречалась с одним, думаю, ну, мужчина и мужчина. А завела в Google, а он, оказывается, автор многих статей. Он там какой-то научный деятель в прошлом. Ну, то есть сейчас он бизнесом занимается, а когда-то он был, у него статус профессора. То есть оказалось, мне реально стало интересно встретиться с этим человеком. Потому что я о нем думала одно, статус сейчас. А статус, какой у него был, он совершенно другой. И это действительно дает даже вам интерес какой-то, встречаться с человеком или нет. То есть все, что касается пункта торга, естественно. То есть если вы в чем-то собираетесь торговаться, вы для себя решите. Как минимум всегда идет три варианта. Задача максимум, задача средняя и задача минимум. То есть при каких условиях вы точно будете выходить из переговоров. Ну, все, ну, неинтересно. Да, грубо говоря, не знаю. Вы вот оценили себя, что вы стоите 100 тысяч в месяц. А пришли, а вам говорят, ну, 20 тысяч начнем. Ну, какой смысл уже? Да, то есть это прям вот вообще никак, нет никак. Вот у нас такие условия. Ну, тогда это неинтересно. Тогда идем дальше. То есть при каких-то условиях вы точно не решаете, что не будете вести переговоры. Зачем доводить даже скачать? Толку-то с этого. А еще очень важный момент. Информация о вас. Помните про обнюхивание. Готовитесь. С той стороны человек тоже может готовиться. И вот какая информация о вас, когда набираете вы в интернете? Вы когда-нибудь смотрели? Просто один интерес, а после семинара посмотрите. А то иногда заходишь, а там в одноклассниках поточки, в купальниках и без, еще что-нибудь в этом роде. Да, какие-то провокационные вещи, на которые потом вам же могут и надавить. Это будет шантаж какой-то. У нас сотрудница есть, она помощник руководителя. И когда мы просто сказали, обсмотри ее в инстаграме, у нее там ноги, и она там в рот закрывает, разбит. И вот так писать, она помощник руководителя. У нее есть тогда, понимаете, помощник руководителя. И с такими фотографиями просто фактически наружу выставлено то, что не должно быть выставлено. И тем самым это ослабляет ее же переговорные позиции. То есть все можно, понятно, что в интернете, говорят, все не почистишь, но уж посмотрите, по крайней мере, на свой аккаунт. И я бы хотела говорить тут даже не о том, что, не о том, что только в соцсетях. Я бы хотела говорить, если вы действительно ведете переговоры и постоянно, регулярно, нужно формировать свой персональный бренд. Сейчас соцсети те же очень хорошо позволяют это сделать. То, что вы перепосты делаете. То есть я бы тоже, прежде чем идти на переговоры, я всегда смотрю о человеке. Есть страничка. Как часто? Ну, на самом деле, есть типология диск, когда там, ну, например, дэшки такие авторитарные люди зачастую не ведут никаких соцсетей, ты ничего не найдешь. Но они могут где-то печататься в каких-то СМИ. То есть такую информацию тоже можно найти. Но вот вопрос про вас. Когда вас набирают, что вы находите? Какой персональный бренд? Вот персональный бренд, видите, набор ваших личностных и деловых качеств, который свидетельствует о вашей полезности и интересности. Хотят ли люди с вами беседовать? Что-то же произошло, что вы в выходной день приехали сюда? Тема интересная. Кто-то идет на персоналию. Я здесь уже не первый год работаю. Мне говорят, я хочу именно к вам пойти. Даша, чего вот сегодня? Не сиделась дома? Да, ради 45 минут приехала. С другого конца Москвы. Спасибо большое за это. Другой вопрос, что когда человек о вас узнает, захочется ли ему давить? Он же будет готовиться, он же тоже эту подготовку будет делать. Как он будет выбирать? Скажет, ну вот тут вот слабенько, вот тут слабенько, вот тут слабенько. Ну вы же понимаете, там где слабо, там и будут давить. Поэтому вы максимально должны сделать таким образом, чтобы ваш образ не позиционировался как слабый. Чтобы изначально, если ты, знаете, когда ты идешь ко льву или там к медведю, ты же понимаешь, что он сильный. Наверное, ты тоже будешь во всеоружии. И у тебя не задача, если у тебя не задача его убивать, а задача договориться, то ты не будешь просто так, как говорят по-русски, нарывать. То есть ты понимаешь, что там оттуда могут дать сдачи. С кем вы дружите? Скажите, кто ваши друзья, и я скажу, кто вы. Да, если вы там подписаны, не знаю, у нас есть Владимир Владимирович Путин, например. Почему? Ну подпишитесь. Значит, вы интересуетесь этим делом. Еще там кем-то можно. То есть образ ваш, ваш некий образ, это будет ваш бренд. Как сделать, чтобы ваш бренд был осознан? Сейчас поймете, почему. В первую очередь, чтобы вы его понимали. Да, и, соответственно, что вы транслируете. Есть в экономике, в менеджменте так называемый свод-анализ. Слышали? Слышали или нет? Итак, вот вам личностный свод-анализ. Презентации этой нигде не будет, просто это видео сейчас выложат потом на канале YouTube. Итак, обратите внимание, свод-анализ по классике – это сильные и слабые стороны. Это про внутрь, внутреннее содержание. Соответственно, и внешнее – это возможности и угрозы. Вот обратите внимание, ваши сильные стороны. Вы должны прям… Это задание, коллеги, это прям не сейчас, но вы можете это сфотографировать, если что. Сделайте это вам домашним заданием, потому что сейчас у меня нет времени останавливаться и ждать, когда вы это сделаете. Ваши сильные стороны. Прямо напишите, какое у вас образование, какой у вас опыт, какие у вас деловые качества, подтвержденные, да? Не придуманные, а подтвержденные. Какие у вас, например, есть отдельные умения, навыки. Да, вот я, к примеру, веду курс ораторского искусства. Когда-то у меня я получала музыкальное образование. Я ни дня не работала в музыкальной школе, ну, все-таки 8 лет. Я никогда не думала, что мне эти навыки пригодятся. Я такой бизнесовый человек до мозга костей. А вот веду теперь курс ораторский, а там целый блок про голос. Вы знаете, я правда, я реально понимаю, что я больше в фаворе преподавателя, потому что я понимаю, что такой тон голоса, я знаю, как это поставить. И даже за короткое время я слушателям могу, по крайней мере, посоветовать, проинтонировать, и я могу диагностику эту сделать. Если бы у меня не было музыкального образования в прошлом, я бы не могла это делать никак. Я бы курс такой не могла написать даже. Что вы умеете, на что вы способны, на что опираетесь в трудных ситуациях. Это ваше как раз то, что вы используете. Ваши слабые стороны, что нужно развивать. Что вам трудно, прям честно и откровенно, что трудно, прям для себя. В чем вы недостаточно хорошо разбираетесь, потому что все это можно исправить. Но исправляется только то, что уже вы знаете. То есть если ты даже не знаешь своих слабых сторон, то как будешь развивать? Ты будешь сидеть и говоришь, у меня все хорошо. Но только тогда оппонент, возможно, найдет эти слабые стороны и обязательно туда надавит. Что вызывает дискомфорт? Чем злоупотребляют другие люди в отношении вас? Очень важный вопрос. Ну, например, кто-то не умеет отказывать. Есть такие? Лес рук. Лес рук. Например, что вы не любите делать? Здесь точно так же, например, могут, опять же, проманипулировать, потому что в жестких переговорах. Манипуляции часто делают. Вот на сегодняшний момент это не обязательно физическая сила и грубость какая-то. Это могут быть такая манипуляция, когда вас просто поймали на крючок. И внешний переговор выглядит. Уйди, моя зайушка. А ты же не хочешь делать вот это, вот это. Или ты же вот это не можешь. Давай я за тебя возьму. И ты подписываешь контракт, например, не на совсем комфортных условиях. Но потому что тебя раскусили, и ты это не любишь, и ничего с этим не делаешь. То есть у тебя нет никакой морковки, чтобы от тебя заставляло это все равно делать. И внешние точки опоры. Ваши возможности. Чему хотите и можете научиться. На что есть силы. На что есть мотивация. Что может усилить, если уделить этому время. И пока недоступно, например, определить, что вызывает беспокойство, неподконтрольно. Часто, например, состояние стресса. Вот человек. Вообще стресс, кстати, вы должны знать это, что стресс – это ресурсное состояние. Адреналин в кровь. И единственное, что в стрессе люди себя по-разному ведут. Есть люди, которые в стрессе разгоняются, начинают быстро говорить, быстро-быстро не соображая, руками машут. А есть люди, которые, наоборот, начинают притормаживать. И все такие, я в домике. И какое-то время сидят и молчат. Так вот, в зависимости от того, быстро можете вы сообразить, или вы замолчите, тоже будет зависеть, будут по отношению к вам жесткие переговоры или нет. Поэтому задание у вас такое. Сначала вы делаете свод-анализ по себе. А второе задание. Придется приставать всю неделю к десяти человекам вашего окружения, кто вас хорошо знает. Прямо это могут быть близкие даже. И задать им эти вопросы. Как он считает, этот человек, как он считает. Какие у тебя сильные стороны? Какие у тебя слабые стороны? Чему тебе нужно начать делать? Чему тебе нужно поучиться? Бывает такое. А потом сравните, что про вас говорят люди. И что вы о себе. Вот ваш первый свод-анализ. А потом, если вы с чем-то не согласны, или сразу же, например, говорят про вас, говорят, сильная черта. Мне, например, говорят, у тебя сильная, ты прям давишь. Мне кажется, это такая белая и пушистая, я же блондинка. Как я могу давить? Я говорю, а как это проявляется? Ну, то есть, если я не могу понять, как я это транслирую. Мы же себя в зеркало-то не видим, мы же на переговорах не в зеркало ходим. А когда человек с тобой разговаривает, он говорит, знаешь, как проявляется? У тебя голос ниже становится, руки в определенной позе. То есть, мы начинаем, посредством этого опроса, начинаем понимать себя. Потому что очень часто, так же, как на управлении конфликтами, когда ко мне приходят, и первое, что мне хочется сделать, это чтобы у меня в зале, в кабинете, было большое зеркало, знаете, как вот в шоке. Потому что просто так конфликты не приходят, просто так жесткие переговоры тоже не приходят. Что-то мы сами транслируем. Либо сильную слабость, либо наоборот, слишком агрессию, да, что человек нам отвечает. И когда вы сведете все в один формат, вы будете понимать, какие шаги вам необходимо сделать. Ну, например, какие слабые стороны, как их нивелировать, да, и вот эти угрозы, как нивелировать, посредством ваших возможностей и сильных сторон. Задание понятно? Я буду рада вас увидеть и получить обратную связь. Можете прямо писать на инфо собакоспециалист.ру с пометкой шульге, сделали вы домашку, и какой инсайт вы получили. Потому что на самом деле, кто сделал домашнее задание, я знаю, что очень-очень хорошо помогает. Потому что 40% успеха – это подготовка. Знаете о себе, знаете про оппонента, ваши 40% успеха. А вторые 40% успеха, знаете что? Аэропорт. Два первых пункта – подготовка и аэропорт, 80% успеха в переговорах. Все остальное – технические вещи. Вот поверьте мне, просто технические вещи, как галочка. Первое, второе, больше роботизировано. Что важно, чтобы установить аэропорт? Ну, во-первых, все мы прекрасно помним, что встречаем по одежке. Если вы приходите, и у вас изначально позиция слабее, то есть, например, там бизнес-переговоры подразумеваются жесткие какие-то костюмы, например. А вы приходите в трикотаже, в такой мягонькой кофточке, леопардовой, или еще какой-нибудь желтой, да, желтой, красненькой. Да, то есть, оно не соответствует тому стилю, который, например, предполагался. И вы себя обнуляете. Здесь такое переговорное в процессе – обнуление. То есть, это возможность, что люди вас посчитают слабее себя, изначально только вас встретили. От рукопожатия очень много зависит. Потому что это тактильная коммуникация. И через тактильную коммуникацию мы очень много что можем… То есть, опять же, бессознательное. Как вы жмете руку? Милые дамы, вы жмете руками в переговорах? Кто да, кто нет. По бизнес-этикету, если перед вами мужчина, кто первый подает руку? Женщина, да. Мужчина, если вы в переговорах идете с женщиной, да, то вы руку первой не тянете. Если женщина захочет поздороваться именно тактильно, то она первой подает руку. Важно, руку, когда вам женщина подает, вот, пожалуйста, не нужно теряться, что с ней делать. Не целовать. У вас, например, это бизнес-переговор. Если, конечно, не собираетесь руку и сердце, не нужно вот это делать. Здороваемся точно так же, как вы, мужчина, с мужчиной. То есть, это полностью большой палец большой, да, как вот, как обычно, да, а не за пальцы. То есть, я очень часто… Наверное, 50% со мной мужчина здоровается вот так мне за пальцы, за ногти практически только берут. И мне приходится говорить, я руки мыла. Ну, потому что то ли они пренебрежение показывают, то ли я даже не знаю, что они показывают. На пол намекают? А я на руки. Ну, да ладно. Итак, то есть, здесь важно, чтобы касаемо бизнесовых каких-то вещей, что рукопожатие должно быть классическое, такое же, как и мужчина с мужчиной. Визитка. Первое, что мы должны обязательно переговоры брать – визитки. Жесткие переговоры тоже часто я видела, наблюдала неоднократно. Приходят, например, двое на двое. У одного есть визитка, у другого нет. Вот тот, у кого нет, как будто его вычеркивают вообще из процесса переговоров. Вот прям игнор. Разговаривают только с тем, кто дал визитку. Это бы столько раз уже видела. Поэтому, пожалуйста, визитка – это ваше обозначение. Я вот, ну, как-то мы, слава богу, не на голову вешаем. Я вот, я такой-то. Мы обозначаем, что мы есть вообще в переговорном процессе. Если вы пришли без визитки, лучше вообще не ходить. Какой смысл-то в вас тогда? Вас там нет. Визитка обязательно. Местоположение за столом. Тоже. Рапорт установки контакта. Где нужно сидеть в переговорном процессе? Хорошо. Где нужно сидеть, чтобы жесткие переговоры получить? Во главе стола. То есть на хозяйское место сесть? На него прям. Так, еще варианты. Куда нужно сесть, чтобы жесткие переговоры получить? Рядом? Это если мы ему скажем «рядом», наверное, жесткие переговоры получим. Так. Еще? Коллеги, жесткие переговоры мы получим, если мы садимся реально друг напротив друга. Запомните, жесткие переговоры как раз и возникают, когда мы неправильно садимся. Место положения должно быть. То есть переговоры ведутся на 90 градусов, то есть по отношению друг к другу. Я всегда говорю, как у терапевта. Вы сидите? Ну вот пришли к терапевтам, 90 градусов. Вот если нет круглого овального стола, но даже если есть круглый овальный стол, важно не садиться. За кругом тоже можно сесть друг напротив друга. То есть 90 градусов. Вот это самое главное. Потому что когда вы рядом садитесь, неудобно. Получается, что надо заглядывать вот так вот, шею сломаешь, да, заглядывать друг к другу. И тем более это слишком близкое пространство. 90 градусов позволяет вести переговоры с учетом бумаги и ручки. То есть вы можете перейти на письменную коммуникацию, например, нарисовать какой-нибудь график. Это очень хорошо успокаивает нервную систему всех. И вашу, и оппонента. Поэтому переход от жестких переговоров, например, к конструктивным, практически всегда это переход на что-то невербальное, что-то вот с точки зрения какого-то рисования. И это называется скальной живописью. Друг друга зачастую нас смущает, когда мы видим, например, Владимир Владимирович там с кем-нибудь ведет переговоры, и сидят такие, стол, да, и они друг напротив друга. Это постановочная вещь. Когда уже просто телерепортеров зовут, да, и там уже все провели. Это же просто постановка. Вот они сфоткали и все. Переговоры ведутся вообще на большом уровне, чтобы это не жесткие были. Без стола. Два стула, 90 градусов между ними. Все. Это все, что идет в больших переговорах. Как ни странно. Мы почему-то в маленьких переговорах большой стол сядем друг напротив друга, на место хозяина, чтобы уже прям совсем получить жесткие переговоры. Да, вот эту ошибку, конечно, не нужно делать. Чай, кофе, вода. Если вы принимающая сторона, для того, чтобы не допустить, опять же, жестких переговоров, предложите чай, кофе, водичку, да, при принимающей сторона. Если вы, например, на чужой стороне, и вам предлагают, нужно пить или нет. Ну, что-нибудь говорите. Согласитесь. Да, Евгения, совершенно верно. Нужно обязательно на что-то согласиться, потому что получается, что вы сами, извините за сленг, мы нарываемся, когда нам хозяин предлагает что-то, ну, водички, а мы отказываем, опять же, срабатывает рептильный мозг у оппонента. Он мне враг, он даже со мной воды не хочет испить. Понимаете? Это же издревле было, что чашу, да, вместе, вот, один испил, да, потом второму передал, потом третьему, потом четвертому. Это вот рапорт, что мы вместе, я хочу договориться. То есть ни в коем случае, мне кто-то говорит, я уже, у меня это сегодня пятый переговор, я уже не могу больше пить кофе. Я говорю, лизни его. Те, кто просит до конца допивать, что ли, не просят. Поэтому ничего страшного, ну, и воды, в конце концов, да, никто не будет, опять же, спрашивать, насколько можно, говорит, предложить пичку-коробок. Даже так можно. Положение тела в пространстве. Самому местно просить. Ой, хороший момент. На самом деле, для рапорта, это тоже, может быть, жестких переговоров, то есть ты хочешь установить контакт, а с той стороны тебе уже транслируют, что нет. Вот они тогда не предлагают ничего. Я хитрая. Я прошу. Я прошу, причем, можно водички, если я смотрю жесткий с той стороны человек, просто, говорю, можно водички. Если я вижу, что он не совсем жесткий, ну, чисто визуально, это просто уже практика, я тогда усугубляю ситуацию. Говорю, можно хотя бы воды. Ну, это манипуляционная, конечно, такая вещь, потому что, когда я говорю, хотя бы воды, я не говорю, что это часто, но было там у меня несколько раз, они, типа, получается, я обвиняю, что плохой хозяин даже воды не предложил, и обычно они говорят, ой, ой, конечно, конечно, начинают бегать, что-то там наливать и так далее. Причем это даже было с одним из вице-мехов. Он говорит, вы извините, у меня просто секретарша уже ушла, а я не знаю, где что лежит. Вы мне поможете, мы пошли в его кибитку, ну, там, знаете, еще один кабинетик, искать чайник, искать, где там что включать и где воду брать. Он говорит, я даже не знаю, где воду-то у меня брать. Ну, то есть, ну, реально, очень хороший рапорт. Вот честное слово, то есть, пока мы лазили в этом кабинетике, искали, мы подружились, да, потому что в шкаф надо, я говорю, мне прям можно лазить, он говорит, ну, лазьте, нам же надо чай найти хотя бы. То есть, ну, представляете, в чужих шкафах там у большого человека очень хороший рапорт. Безусловно. Ответила вопрос? Ну, хотя бы это аккуратненько, это я так, да. Ну, надо смотреть, конечно, на человека. Попросить можно, да. Положение тела в пространстве. Знаете, это про что? Есть так называемый, ну, вы видели, когда там была информация обо мне, что я еще и коуч. Есть телесно-ориентированный коучинг, как раз для переговоров, очень прям ценная информация. Смотрите, хотите сейчас сесть на середину стула, то, чтобы вы прям в серединке сидели. И подать тело вперед немножко и вверх, как бы макушечку как будто тянете. Ну, какие у вас сейчас ощущения? Что хочется? Хочется расслабиться? Ну, это позиция, когда мы готовы бежать уже, да, как будто мы уже встаем, мы побежали уже. А теперь, если, опять ровненько садимся, а теперь, если вперед и немножко вниз, ну, как будто, знаете, как вот на собаке, да, вот на четыре конечности, да, вот как будто мы вот так вот сели за стол. Как сейчас ощущение? Хуже. Хуже. Ну, это состояние защиты некой, да, то есть ты меня не сдвинешь, я на четырех конечностях. То есть это такая вот поза защиты, ну, действительно, сразу видно. Если мы сейчас назад и вверх, ну, не облокачивайтесь на грядушку, назад и вверх, как вам? Вот ветер дует туда-сюда, а как вам? Поворачивайтесь. Легко? Давай, поза же открытая. Ну, в принципе, эта поза еще называется собака лает, караван идет. Ну, ты там говори-говори, я, в принципе, послушаю. А теперь облокотитесь на грядушку, то есть назад и вниз. Сейчас как ощущение? Комфортненько. Ну, говори, давай, может, высуши. Все может быть. То есть нет агрессии, когда назад. А вот когда вперед, вот это вот вперед поза, и облокотился человек прям сильно, голова вниз, из-под лобья смотрит, это всегда риск, что вы на что-то надавили. Человек уходит в позу защиты. Вы, когда ведете переговоры, смотрите, куда тело у человека и про себя. Потому что у нас есть в голове зеркальные нейроны. Если мы сами так садимся, через буквально несколько секунд ваш оппонент садится точно так же. Поэтому, если вы хотите, чтобы он, наоборот, вас выслушал, то тогда назад. Свободная поза. Нет, ноги на стол нельзя. Это уже слишком. Торг, если говорить про уместное, это юмор. Безусловно, в самом начале, когда вы только видитесь с человеком, не у всех есть чувство юмора. Для некоторых нужно просто заготовочки какие-то делать. Кто-то просто сами себя немножко рассмешите, почитайте анекдоты. Ну, перед тем, как идти, да. Что-то, где у вас будет гормон радости, потому что тогда будет проще над чем-то поюморить. Вот мы с вами тут 40 минут. Сколько раз вы уже смеялись за это время? Несколько. А у меня хорошее настроение. И дело в том, что эмоциональное состояние, оно заразное. Если вы идете в переговорный процесс с хорошим настроением, с позитивным, с той стороны тоже заразятся этим. Если вы боитесь, с той стороны будут тоже бояться. Все. Ну, что еще? Это повтор ценностных слов. Что такое ценностные слова? Это не повтор всех слов, которые говорит оппонент, а что-то ключевое. Это может быть существительное, может быть... Правильно ли я понимаю, что вы хотите сотрудника именно с высшим образованием, потому что несколько раз говорили про высшее образование, к примеру, да. Или там про, чтобы была сертификация PMI. Или там еще было то-то, то-то, то-то. То есть вот это вот. Правильно ли я понимаю, что вот это очень хорошо выстраивает. Мы показываем это активное слушание, да, умение слушать. То, что с той стороны не будут жестить, потому что говорят, ну, человек меня слушает, а зачем? Ну, то есть жестить-то зачем? Какой смысл в этом? Как только ты умеешь хорошо слушать, это, в принципе, дает очень хорошее безконфликтное общение. Ну, не просто слушать, сидеть и молчать, да, а задавать вопросы, например, да, или правильно ли я понимаю, показывать вот это активное слушание. А еще важный момент, коллеги, это самооценка. Ваша личная. С какой самооценкой вы идете? Это как вот те же собачки, они почувствовали, боитесь вы их или нет, например, собаки и людей. Когда на вас бежит собака, какое правило? Остановиться. Показать свою силу. Показать просто, я не боюсь, я стою. Если восстанавливать, собака не набросит. Вы пробуйте убежать от этой собаки. Вот вряд ли вы убежите. Вот точно так же, если жесткий переговорщик, вам нужно уметь показывать свою силу, то есть остановиться, сказать, правильно ли я понимаю, что вы, например, сейчас манипулируете мной том-то, том-то. Правильно ли я понимаю, то есть это вербализация просто того, что ты видишь. Правильно ли я понимаю, что мы сейчас дошли до темы, которая очень неприятна для вас, судя по интонации. Успокаиваются. Говорят, не, не, все нормально. То есть как только происходит вот такое, и вы об этом говорите, это вы показываете свою силу. Сила это не означает, что когда с тобой дерутся, ты тоже дерешься. Ты просто говоришь, правильно я понимаю, что ты за цель поставил квадрат? Нет, много чести. Все, пыл немножко сбили. Да, вот просто это вербализация. Почему же вообще люди, почему кто-то начинает грубить? На самом деле не так много причин. Возможно, это ваша недостаточно развитая психологическая сила. Просто вот ваша самооценка, ее реально чувствуют. Вот ты приходишь такой с позиции снизу. Ну, дайте мне, пожалуйста. Ну, вот мне тут чуть-чуть, да, вот это вот. Ну, пожалуйста. Даже, знаете, как вы заходите в дверь. Я этот бизнес-этикет уже всех прошу, прочитайте вы ради бога. Нужно ли стучаться в дверь, когда вы на чужую территорию приходите? Нас в школе так учили. Учителя всегда говорили. Ну-ка, вышел с класса и зашел как полагается. А полагается, надо постучать, открыть на 5 сантиметров дверь, засунуть нос и сказать, можно, Марья Ивановна? Ну, нас же так учили. Коллеги, в переговорном процессе так не делают. Марья Ивановна. Да. То есть, если вы идете на переговоры, к примеру, ну, на чужую территорию, и там есть секретарь, то вы говорите секретарю, что просьба доложить о том, что я пришел, и это ее задача, как она там будет стучаться, не стучаться, или она по телефону скажет, уже предупредили. Поэтому не нужно стучаться, вы с позиции снизу сразу заходите. Вот это. Можно? То есть, ну, все. Чего ж тут не жестить-то, господи? Маленькая девочка пришла, иди сюда, зайка. Надь, шатающийся стулечек, и я тебе сейчас посажу. То есть, ну, мы просто провоцируем. Если там никого нет, и это, почему по бизнес-этикету не принято стучаться? Потому что на рабочих местах подразумевается, что люди занимаются работой, а не чем-то неподребным. Если мы стучимся, получается, что мы оскорбляем даже человека, что мы подумали, что что-то там такое вот, ну, что он там в голом виде стоит. Он не должен. Вот почему это ненормально, у нас жесткий переговор в поликлиниках должны быть. Потому что там, где написано не входить, мы говорим, открываем дверь, там стоит раздетый пациент, а мы говорим, мне только спросить. Вот мы туда, там, где написано, что без стука не входить, мы туда входим. А там, где вообще не нужно стучаться, мы туда не входим. Ну, мы такие вот особенные люди. Заниженная наша самооценка. Избегает, когда, а, кстати, люди чувствуют, когда вы избегаете конфликтов. Знаете, как вот это вот, не могу отказать, начинаете ерничать там, ну, вот как-то, ну, вот, ну, я не знаю, ну, может быть, знаете, вот издалека, вот я это называю историей от Адама и Евы. Я говорю, а можно уже короче? Ну, то есть вот от меня очень многие получают, ну, такой несколько жесткий разговор, когда я вижу, что человек что-то хочет. Но он начинает мне так издалека, что я сижу и думаю, что если сейчас это будет продолжаться долго, то я уже не выдержу. Обычно я уже прерываю и говорю, давайте сразу уже, по существу. Просто есть тип людей по типологии, которые не будут долго устанавливать рапорт. Ну, то есть ты пришел, все, то, что я тебя приняла, это уже, считай, я установил рапорт. А если еще и чаю дала, все, это мы друзья, хотя с вами будут продолжать жестко разговаривать. Это не жесткий переговор, не мешайте одно с другим. Просто есть люди, они по привычке, они дома так разговаривают. У меня свекра никто не называет папой, его называют Борис Николаевич. Все. Ну, потому что вот такой человек, Борис Николаевич. Когда вы опасаетесь за дети, обидеть других людей, это тоже видно. Знаете, как, ну, вот может быть, вот слишком, это общая фраза у меня, это шляпа махания. Там, где вот Маша-Маша, только после вас. Ну, нет, но только после вас. Это тоже многих доминирующих личностей, их это раздражает, и они начинают давить. То есть вы еще, может быть, ничего не сделали, но это в рапорте все происходит. Либо вы устанавливаете контакт, либо нет. Доминирующие личности всегда стараются подмять. Максимум, что они могут сделать, вести переговоры, им интересно становится. Опа, подминаю, она не подминается. Как интересно. Это, знаете, как это у Мэджерри, кошки-мышки. Становится интересно в переговорах, и человек действительно проявляет интерес. То есть те люди, которые могут жестить, им нужно, ну, понравиться, добыть какой-то достойной, ну, в кавычках, добычи. Они все равно вас будут считать добычей, если вы с другой стороны идете. Но самое интересное, что когда им тоже нужно, они становятся, знаете, какими мягкими. Вот когда им что-то нужно, и кисонькой, и заинькой, и вот так вот, обычно через шоколадки, через какие-нибудь там всякие конвертики, вот это у них шикарно получается. То есть они могут быть разными. Совершенно спокойно могут быть разными. Итак, как же повысить самооценку, уверенность? Ой, ну вот Сигнуд Фрейд привела вам тут цитату. Ты не перестанешь искать силы и уверенность вовне в себе. Они там всегда и были. То есть не надо действительно где-то говорить, как найти там любовь, не знаю, как найти эту самооценку, как найти вот эти силы. Все есть в вас. В первую очередь, вспомните фильм «Я самая обаятельная и привлекательная» и «Перед зеркалом». Коллеги, впереди будет, например, переговоры. Вы понимаете, что там с той стороны оппонент жестковатый, да, есть риск нарваться. Встаньте дней пять подряд, каждое утро, говорите себе список, можете в интернете набрать аффирмации для самооценки, повышения. Их вот там, распечатайте себе на зеркало, повесьте, вот в ванне, например, и прям в глаза этому чудному человеку, который, главное, чтобы зубную щетку уже вытащил изо рта, и говорим. Мужчина это тоже касается, тоже хорошо помогает. В любой, а знаете, могут быть жесткие переговоры не с начальником, не с коллегой, а, например, с женщиной, которая тебе нравится. Может такое быть? Может. Так, посмотрели друг на друга? Видимо, были уже такие переговоры. Что еще важно? Повысить самооценку дома, да, где твоя зарплата, где твои котлеты? И пошли жесткие переговоры. Создание позитивного образа себя и будущего. То есть, когда мы фокусируемся, вот идешь на переговоры, я думаю, так, вот как я пойму, что переговоры прошли здорово? А мы с ним, вот он мне руку пожмет, причем двумя руками, вот обычно, когда ты прощаешься уже, ты тянешь одну руку, а тебе с той стороны человек двумя руками. Когда он тебя будет рекомендовать, например, да, когда он скажет, слушайте, ну мы готовы, да, вот, ну какие-то вот слова, которые для вас будут вот этими якорями позитивного, то есть настраиваемся на позитив. И вы когда заходите, это тоже люди чувствуют. Дело в том, что нашему мозгу вообще все равно, это реально происходит или мы придумываем. У нас нейронные связи все равно формируются. То есть когда вы мечтаете, говорят, мечтать не вредно, я вам подтверждаю, как практикующий психолог полезно. Реально полезно. Те люди, у которых низкая самооценка, вы хотите с ней поработать, вот прям помечтайте не просто о небесных кренделях, да, а о себе, вот в этом идеальное вы, идеальное поведение, вы-то всегда идеальные. Поведение, мы говорим про поведение. И, соответственно, вот то окружение в переговорном процессе, как наилучший вариант переговоров. Будет впереди собеседование, вот наилучший вариант этих собеседований, вот прям самый-самый лучший. Прям подробности, где вы сядете, в какой одежде пойдете, а что с той стороны скажут, а что с этой. Вот самый-самый формат. То есть это не значит, что не искусственный, да, это значит даже, а если он не вопрос этот задаст, я ему вот это скажу. А если вопрос этот, вот подготовка, правда творит чудеса. У вас были с родителями в детстве жесткие переговоры? Ну, там, например, тебе сказали в 9 прийти, а ты пришел в 10. В час ночи. А, когда в час? Жесткие переговоры, когда в час? Ну, вот у меня тоже были такие жесткие переговоры, и я прекрасно знала, что если я сейчас опоздаю, мама-то вот будет стоять, она меня всегда как-то пугала, это вопрос, у меня мама маленькая, худенькая, пугала она меня тем, что она в дверях стояла, ну, а вот тогда в бегутях, почему-то все женщины вечером, она стояла в бегутях и с шлангом от стиральной машины. Она никогда в жизни меня не трогала, почему-то она всегда угрожала этим шлангом. То есть я по сей день это помню, говорит, мама, она говорит, ну, мне надо было казаться побольше чем-то, вот со шлангами ей казалось, что она больше. Вот те жесткие переговоры. И вот идешь, понимаешь, что уже опоздал, и думаешь, так, самый лучший вариант переговоров. Я вот сейчас зайду, лучше, чтобы она уже спала. Ну, устала с работы, и она спит. Первый вариант. Второй, а если она не спит? Она мне вот это, а я и вот это. Она мне вот это, я вот, и идешь вот этот вот, рисуешь эту картинку наилучшего формата, что ж, я буду рисовать, что она меня шлангом побила, и что ты не хорошо. Я вот рисовала, и ты заходишь, а мама такая там жарит котлеты, и говорит, пришла, я говорю, Лена, есть будешь? Я говорю, ага. Идешь такой за стол, ешь котлеты, думаешь, ну что ж, шланг прилетит, жесткость-то начнется, а оно не прилетает, она вообще на время просто не посмотрела, она занята была котлетами, и что я опоздала, она даже... И вот каждый раз, когда я готовилась, и потом я это переложила уже на взрослую жизнь, вот идешь, сидишь, готовишься, за час до переговоров, ни о чем, кроме этих переговоров, я не отвлекаюсь даже ни на какие разговоры, я вся там. У меня вот какая комната, как вот это вот все прошло, и они получаются, причем они легко получаются, здорово, и я с этими людьми потом, ну, практически дружу. Ребят, вы тоже можете это сделать, и без волшебного порошка чудесного. Это просто наш мозг. Идти на страх. Когда сильно страшно, если мы будем прятаться, например, мы боимся каких-то там випов, или мы боимся еще кого-то, бесполезно бояться. А не пойдешь, то есть первое время нужно себя заставлять. Никак. Мне вот продажники, я в свою жизнь много кем управляла, действующий руководитель, и у меня очень часто люди, которые никогда, например, не звонили, они боятся телефона. Я говорю, ну да, давай поговорим, какой самый страшный страх будет. Ну, то есть ты звонишь клиенту, и что, он оттуда вылазит, и откусывает тебе нос, наверное. Ну, как в Крюгер там, откуда-то вылазил. Я не знаю, говорю, ну нет. Я говорю, ну так взрослые люди-то. Я говорю, а что самое страшное произойдет? Ну, трубку бросят. Я говорю, и? А с тобой что произойдет, когда трубку бросят? Ну, ничего не произойдет. Я говорю, Так, а еще какая самая страшная? То есть мы вытаскиваем сначала все страхи, потом говорю, давай так, пари, за сегодняшний день 100 звонков. У меня не цель, чтобы ты назначал встречу, просто цель 100 звонков проговорить вот эту твою речь. Здравствуйте, меня зовут так, ты компания такая-то. Вот как 100 звонков сделаешь, тогда ко мне придешь. Я тебе скажу, как бороться со страхом. У меня со всеми пари. 24 года в управлении. Еще никто не приходил. Потому что когда они звонят звонков, любой, через страх прошли, там ни разу. Они, рептильный мозг понял, никто нос не откусил, в обморок никто не падает, ничего страшного не происходит. И поэтому совершенно спокойно продолжают дальше. Говорят, слушай, ну вот да, это правда. Причем нельзя 99, именно 100. На 70 тоже не у всех срабатывает. Я говорю, только 100, через 100 звонков поговорим. Поэтому когда у вас уже 100 переговоров, коллеги, вам вообще не важно, кто там жесткий, мягкий, хоть кракозябра. Я говорю, если я захожу там лев, я думаю, ты моя кисонька. Да мы тогда по часовой стрелочке, в смысле по гриве гладим, и все нормально будет. Зачем же я буду дразнить? Да, конечно, если ты голодного льва дразнишь, надо думать, что он у тебя будет возмущаться. Ну и что еще? Да, собирайте свои доказательства. Доказательства вашего прогресса, вашей успешности. Ваши дома можно повесить. Например, ваши грамоты. Ну или на работе. Если вас там за что-то похвалили, медали, кубки, еще что-то, вы не представляете, насколько это важно. Просто для вас, чтобы вы проснулись и вы видели вот эту вот красоту свою, что на самом деле вас уже выделили. Если у вас в компании не принято, например, выдавать какие-то кубки грамоты, ребят, грамота стоит 15 рублей. Пошли в магазинчик, купили грамоту, представите к своему шефу, говорите, мне для улучшения работы, мне нужно выдать. Выдайте мне. Ну, опять же, потому что я в прошлом месяце лучше всех сделала. Господи, ему только расписаться нужно. Как бы не смешно было, но это действительно очень хорошо работает. Потому что у меня, например, у продажников, когда боятся випов и так далее, они смотрят, я поворачиваю лицом к анастасу, да, это вот где куча их грамот. Я говорю, а теперь почитай, как ты думаешь, к тому человеку, к которому уйдешь, у него есть такое? Нет, он говорит, и кто он? Он слабак. Я говорю, все, иди. Ну, это тоже каляк к аффирмациям таким. Ну, и прекратите сравнивать себя с другими людьми. Сравниваем только себя с собой. Какой ты, какой смешно грамотный насмор. Ну, а что, настолько стоит, в принтер засунули и напечатали. Это вообще бесплатно. Нет, всем не надо, но чтобы это за заслуги было. Да, принцип понятен, коллеги. Принцип понятен. Итак, ну давайте уже заканчивать. Базовые правила выживания в жестких переговорах. Ну, во-первых, помните, что обратная сторона всегда будет определять, насколько ты силен, поэтому наше поведение в жестких переговорах автоматически раскладывается на две составляющие. Мы показываем, что мы тоже способны играть по жестким правилам. Ну, то есть, например, интонационно. Если человек говорит, здрасте, ты не заходишь. Здрасте. Ну, как бы, знаете, сразу видно уже все. Вот этот рапорт, да, повтор ценностных слов. То есть, ты показываешь, что ты тоже, ну, вообще-то, что ты из себя стоишь. Это не значит, я не видела, что ты заходил, а тебя прям сразу куда-то далеко, в путь, дорогу. Ну, то есть, зачастую это несколько попозже приходит. И нам необходимо сохранять элемент конструктивизма. То есть, показывать, что мы хотя бы в чем-то готовы договариваться. То есть, вот это хлопание дверями, ну, оно ни к чему не приведет. Ну, не договорились, ну, похлопали. То есть, каждый раз говорит о том, что есть слова такие, давайте вместе, ну, там, сделаем то-то, то-то, то-то. Ну, такие объединяющие фразы. И от каких приемов поведения точно нужно отказаться? Первое. Если у вас нет смелости или вы не готовы противостоять партнеру, то есть, вы хотите понравиться, вы хотите избежать столкновения, если вы внутренне не готовы противодействовать, по сути, вы уже проиграли. Потому что, да, мы рисуем картинку успеха, но мы делаем алгоритм некий, что если он поведет себя вот так, то я буду делать вот так. Ну, вот один из типичных жестких переговоров, там, делать таким образом. Ты заходишь, а это власть имущий человек, ты заходишь, у него, как обычно, двойная дверь, такой здоровенный кабинет, т-образный стол. Заходил кто-нибудь в такие? К начальнику. Я захожу, ну, это не мой начальник был, просто власть имущий человек. Я захожу в дверь, только я шаг делаю, закрываю за собой дверь, и тут голос из ниоткуда, я даже не сразу поняла, откуда. Там, стой! Я глядываюсь, так я думаю, так это вообще откуда, как громкоговоритель. Оказалась хрупкая девушка, женщина, которая сидит в огромном кресле, за большим огромным столом, ну, тоже типично для давлеющих личностей. И многие останавливаются, она привыкла к тому, что она так говорит, и там люди останавливаются. А я просто сказала, говорю, здравствуйте, у меня просто плохое зрение, так далеко не вижу. И просто прошла до конца, в общем-то, ее кабинета, к ней и села. Знаете, пауза минуты три была, потому что я ей даю визитку, она ее берет и смотрит на меня. Потому что есть поговорка, когда собаки бросают палку, собака смотрит на палку, а когда льву бросают палку, лев смотрит на человека. И вот типичный, кстати, взгляд жесткого переговорщика, ну, который привык так, да, он, что бы ты ему ни давал, он тебя будет сканировать несколько первых там секунд, минут, для того, чтобы понять, ты вообще кто, кто ты, какой ты, да, то есть они изучают. То есть подготовка только к дружбе – это точно прием, от которого нужно отказаться. Всегда нужно смотреть, надо быть готовым, чтобы думать, ах, если так, ну, хорошо, тогда мы пойдем, алгоритм у нас иной, а мы его тоже продумали. Подставлять щеку, ну, как в той Библии, да. Ну, в переговорах, в общем-то, любой пропущенный удар имеет тенденцию к повторению и усилению. Ну, то есть если уже начали бить, все, уже пошло. То есть пропущенный удар, ну, коллеги, тут, к сожалению, в переговорном процессе не могу сказать, что приемли подойдут. Все-таки, если вы позволили, что вас психологически ударили, ожидайте, что будут ударять еще и еще и еще. Поэтому просто нужно продемонстрировать партнеру свою защищенность. Ну, в курсе мы это разбираем. Технология, некий миротворец, когда, ну, давайте жить дружно, только вот это, вот, ну, знаете, вести себя вот с позиции кота Леопольда. Тоже не поможет, потому что сразу, типа, слабость. Знаете что, вот это, идите там свою демагогию разводите, и все это быстро закончится. Когда не распределяем собственные роли, ну, то есть это к подготовке, опять же, что, например, если я в качестве эксперта разговариваю, то окей, а жесткий переговор могут привести, так что вы знаете, ну, там, вот у меня были переговоры со мной, как с преподавателем курсов. Ну, то есть меня брали наши менеджеры на переговоры, и курс пошел, то есть у них запрос был сначала один, поэтому меня взяли на переговоры про менеджерские. А потом резко пришел новый человек, который, во-первых, разговаривал стоя, без рапорта, без подготовки, без ничего, который сказал, скажите мне, пожалуйста, и начал задавать вопросы по юриспруденции. Я не юрист. Ну, в принципе, мы вообще про юридический аспект, там изначально речи-то никакой не было. И это нужно тоже понимать. У меня роль не юриста, нужно об этом заявить. Говорю, я правильно понимаю, что вы хотите проверить меня по юридическим аспектам? Она, имею право, вот такие переговоры, имею право. Безусловно, имеете право, только, видимо, это будет в другой раз, потому что с собой у нас юриста нет сейчас, поскольку не обозначено было в переговорах, что вам это важно. Но мы это учтем, и в следующие переговоры вы обязательно поговорите с преподавателем, который юрист. А сейчас давайте проговорим именно те моменты, которые мы в состоянии проговорить с теми компетенциями, экспертности именно по отношению к менеджменту. Она сказала, окей, в следующий раз и ушла. И мы дальше вели переговоры с другими людьми. Ну, то есть вот мы сидели сначала два на два, потом кто-то бежал, чего-то там. А какой закон самый главный там для того-то? Я сначала ответила, правда, конституция. Ну, у нас самый главный закон – конституция. Ну, а потом я понимаю, что он начинает ковыряться там в пунктах, под пунктах. Окей, ну, сразу покажи, что у тебя есть тоже собственная роль, и у меня сейчас не задача, все, человек не может знать. Ну, тоже признать, окей, тогда мы возьмем другого человека. Работать только по своим правилам – это тоже. Вы гнуете только свою линию, но тогда вы не договоритесь, потому что если вы только про себя, но не смотрите на другую сторону, естественно, вам такое и скажут, что не подойдет. Ну, и не предъявить некий силовой ресурс, когда он у вас есть. Это, знаете, когда, вспомните фильмы про индейцев, когда у них пистолеты, да, у всех усели, и что они делали? Они просто предъявляли, так открывали этот кобуру. Типа, у меня вон что есть. Он говорит, и у меня вон что есть. Ну, что, пойдем пивко попьем. Ну, как бы, знаете, то есть мы показали, что туда может входить. Например, ваша экспертность в чем-то. Если там вы представители компании, и что ваша компания тоже там, извините, не лыком шита, и лучше это там в самом начале тоже как-то проговорить. Например, когда визитки давали. Да, как крупный бизнес крупному бизнесу. Welcome. Да, ну, то есть посмотрите, это должно быть в том словарном запасе, в котором вы разговариваете. Не пытайтесь скопировать еще с кого-то. Нужно найти свой язык, да, свой декодер, в котором вам корректно, вам комфортно. Это вот, ну, самые важные такие показатели. Итак, наше время завершилось. Да, давайте подведем некий итог. Чем мы можем быть полезны? Полезны мы можем тем, что вы приходите к нам дальше, да, на полноценные тренинги, когда вы сможете отработать навыки, а не только послушать меня. Продолжение следует...